Всем привет! Сегодня будем готовить шарлотку, да не простую, а очень интересную и вкусную. Я буду делиться этим рецептом с вами, потому что она реально нравится всем, эта шарлотка. Как и для любой шарлотки, нам понадобятся яблоки. У меня здесь домашние яблочки от родителей привезла, здесь сорт слава победителя, если я не ошибаюсь. Также, помимо этого, нам понадобится где-то с четверть апельсина, которую я положила предварительно в морозилку, и она замерзла. Потом ее просто удобнее вот так вот натереть на мелкую терку. И для теста нам еще понадобится где-то 2-2,5 чайные ложки с горкой мака, которую нужно запарить кипятком. Подготовка закончена, теперь приступаем к нарезанию яблок. Яблоки нужно будет очистить от кожуры и, в принципе, нашинковать такими не очень тоненькими слайсиками. Максимально большими старайтесь, так будет удобнее вам разложить. Чтобы яблоки у вас не темнели, я залила их водичкой, растворенной в ней лимонным соком и нашинковала так все яблоки. Далее будем готовить бисквитную массу. Всегда готовлю на бисквите. Знаю кучу рецептов на кефире, на ряженке, на масляные разные начинки, которые только делают очень тяжелой нашу массу. А здесь я поставила взбиваться 4 яйца со щепоткой соли, 4 белка точнее. После того, как белки превратились в пену, всыпаю сюда 150 грамм сахара вместе с ванильным сахаром и взбиваю, пока сахар не растворится. После того, как сахар растворился, добавляю сюда где-то с пол чайной ложки соды, погашенной уксусом. Вот так вот быстренько гашу ее, добавляю сразу сюда к белкам и сразу же добавляю сюда 4 оставшиеся желтка. Буквально 3 секунды взбиваю и выключаю нашу массу, чтобы она не села после желтков. Получается вот такая вот красивая белковая масса у нас. Теперь сюда нужно будет добавить 150 грамм муки. Муку обязательно просеиваем. Мука у меня высшего сорта. То есть здесь ничего такого нового вам не расскажу. И теперь аккуратненько перемешиваем ложечкой, либо лопаткой, либо венчиком снизу вверх, распределяя всю муку. После того, как у нас уже образовалась равномерная такая масса, без ковыков муки, где-то хорошую треть, может чуть-чуть больше, откладываем. Это у нас будет с маком бисквит. А в остальную часть добавляю сюда апельсин натертый. Горечь с апельсина уходит во время замораживания, поэтому мы трем все вместе с кожуркой, с белой частью. Оно только даст больше аромата цитрусового. Перемешали. Теперь добавляем в оставшуюся треть тесто, которое мы с вами откладывали, откинутый на тонкое сито мак. Чтобы вся лишняя жидкость ушла. Кипяток, который мы заливали мак. Благодаря кипятку мак будет лучше пахнуть. У него будет вкус совершенно другой после выпечки. И начинаем уже собственно сборку. Форма у меня здесь 22 см. Буду выпекать на тефлоновом коврике. Разъемная форма. Припыляю немножечко низ мукой, буквально где-то с пол столовой ложки муки припыляю. И начинаю раскладывать яблоки. Зачем припыляю мукой? Потому что сверху сейчас мы еще присыплем с вами сахаром. И для того, чтобы у нас не было лишней жидкости с яблок, лишнего сока, у нас получится как бы такой себе заварной крем на основе яблочного сока, муки и сахара. И будет очень вкусно. Собственно, яблок уже нарезанных у меня было практически 700 грамм, вы видите. И выкладываю сюда где-то большую половину яблок, я бы сказала, наверное, 3 четверти яблок, выкладываем на низ. Вот так вот мы их выложили и где-то со столовую ложку сахара сверху по яблочкам я присыпаю. Если у вас яблоки сильно кислые, добавьте чуть больше сахара. И опять немножечко припыляю мукой. Опять же, совсем-совсем чуть-чуть. Аккуратненько сюда выкладываю массу бисквитную, которая у нас получается с апельсином. Будет невероятное сочетание просто вкусов, яблоки, цитрусовая нотка и маковая нотка. Конечно, кто вдруг чего-то не любит, может этого не добавлять. Но получается очень вкусно. Сама шерлотка получается слоеная, такая сочная и очень вкусная. Распределяю аккуратненько тесто, не смещая яблочки, которые у нас внизу. И наверх на это тесто, вы видите, благодаря тому, что мы готовили тесто именно таким образом, оно у нас довольно плотное и прекрасно выдерживает яблочки, яблочки не тонут. Выкладываем оставшуюся часть яблок. И опять же, присыпаем их немножечко сахаром. И припыляем где-то опять же с половиной столовой ложки муки. Теперь на яблочке аккуратненько выкладываем нашу последнюю оставшуюся массу с маком, бисквитную. И аккуратненько-аккуратненько распределяем ее поверху. Далее этот бисквит сверху я чуть-чуть-чуть припылю мукой, дабы не образовывалась у нас потом липкая корочка после выпечки на бисквите. Потому что эту шарлотку мы будем переворачивать и там, где вверх, у нас будет низ. Поэтому, чтобы плотнее образовалась корочка, припыляем мукой. Далее всю эту красоту отправляем в духовку на 180 градусов минут на 40-час. Смотрите, чтобы у вас образовалась красивая запеченная корочка. Чем лучше пропечется, тем лучше. Пускай минут 10 постоит у вас в форме, далее снимаете форму, либо в форме переворачиваете нашу шарлотку вверх ногами. И там, где яблочки, присыпаете красиво сахарной пудрой. И все. Дожидайте, чтобы хотя бы чуть-чуть у вас остыло, и можно уже прекрасно ее резать. Она получается очень нежная, мягкая, сочная. Вы видите, там, где беленькая, это как заварной крем на основе яблочного сока получился. В общем, невероятно вкусная получается шарлотка. Обязательно поставьте палец вверх, поддержите меня. Пишите комментарии, мне будет очень приятно, что у вас тоже получается. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok